Игровой канал Ивана Фолиота представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. Метро Exodus, 19-я часть моего прохождения. Мы с вами на Каспии находимся. Карта Каспий, локация Каспий, продолжаем двигать эту неоднозначно интересную игру. Я сейчас, судя по мини-карте, не по мини-карте, а по карте даже больше, стремлюсь на север. Нас там ожидает много интересных новооткрытий. Первооткрытие, новооткрытие, хорошее слово, что-то новенькое из моих устов. Полезло. Ну, так или иначе, подспудно мы будем с вами попутно тыкаться на такие вот знаки вопросика, которые таят в себе разного рода интересностей. Типа, возможно, каких-то тайников, а может быть и просто каких-то логов чудовищ или же их рассадник. Там, не знаю, неважно. Главное, что наша задача это все дело открыть и максимально попытаться заинспектить, зачистить территорию в поисках полезностей и прокачиваемых, даже не то, что прокачиваемых, а вот нахождению, в общем, обвеса и апгрейдов, улучшений для нашего с вами снаряжения, оружия и всякого тому подобного интересного барахлишка. Сейчас я хочу немножечко вернуться назад. Я уже не помню, правда, зачем. Ух, какой красивый там, смотрите. Как в этом, как фаер-шоу на концерте на каком-то, знаете, когда там заканчивается какая-то песня. И под фаербол, и под такой фаер всплески. Пух, как красиво. Да, выпрыгивают эти вот волны. Как это, не волны, а столпы огня. Так, а, я вернулся сюда. Зачем решил, потому что здесь находится моя машина. Тут еще... Как вы можете наблюдать. Кучка этих снорков обитает. Один из них даже посмел почему-то на меня напасть в рукопашную. Я не очень знаю, тратится ли за это хп. Когда по вам прилетает просто удар из-под тяжка, то, как вы можете наблюдать по экрану, тратится и очень даже... Здорово, ты кто такой? Вы посмотрите, это прилетел демон. Дерьмодемон. И он даже не дал понять, что он рядом находится. Он не рыкнул ничего. Просто прилетел, поднял меня и все. И улетел. Я даже тебя не трогал. Он за мной следил, что ли, как Бэтмен. Так, нахрен, греха подать, что надо отсюда улететь. Я, конечно, смог бы сейчас с ним постреляться, посражаться, поворачиваться. А вообще так, если что, он может это делать даже через машину. Изнасиловать вас, его не выйдет. У меня такое было. Я думаю, что машина, это какое-никакое, ну, хотя бы визуальное укрытие для него. То есть, препятствие какое-то. То есть, мы в него залезли, в наш автомобиль. И он уже как-то дезориентирован будет. Нет, никогда подобного. Он подлетит, и он может и машину, как-то понимаю, поднять. Ну, как минимум, точно вас оттуда выковырить. Я, конечно, вряд ли это вам покажу, потому что это был такой супер эпик фейл, за который потом пришлось опять кучу времени переигрывать. Так, а здесь у нас происходит строительство какое-то. Посмотрите, там стоят, что-то они сваривают. Как эти паяльные, не паяльные, как они там, сварочными аппаратами, да. А вот, собственно, сам барон. Барон дает нам силу священного огня, или чего там. Наверное, огня, да. Здесь процветает рабство. Если в первой локации это было все как-то заувалировано, хотя тоже манипулировали сознанием людей. Мырза. Не знал тебя совсем. Мырза. Ты нас проверял, ты еще, да? Да. Подсторожнейся. Это похоже на голос Валерия Осторожника. Я глупый, лохматый раб. Ничего не знал. Ну да, Осторожек. Хозяин наверху там, да. Хозяин все знал, да. Наверху это где? Здесь мы пришли к самому барону, что ли? Не пойму. Нет, вряд ли мы к барону пришли. Барон находится немножечко на другой стороне. И в принципе, кстати, даже концептуально и визуально эти карты немножечко смахивают. Похоже между Волгой. Каспий с Волгой похожи. Естественно, там они, конечно, с некими отличиями. Просто по геометрии, по географии я почему-то поймал себя на мысли, что как-то все это дело... Только, правда, нет. Ну, ладно, пускай будет схожи издалека. А Лук, да, священный планик. В конце концов, картоделы одни и те же здесь, все локации делали. И я так понимаю, у них, возможно, был какой-то геометрический шаблон один и то же. Поэтому, ладно, ругать я сильно не буду. Один хрен, локации разные. Визуально они, конечно... Твой раб от враги. Да, тут совсем прям с промытыми мозгами, друзья-то, у нас, да? Я не знаю, кстати, на самом деле, это является ли каким-то настоящим религиозным восклицанием или же это придумано всем. Но вот эти вот товарищи, они не очень хорошо себя здесь чувствуют. Судя по их лицам, они, как минимум, давно не ели ничего. Так, вы, исходите, дневничок лежит. Давайте-ка мы сейчас... Переберем. Не пропустите, да, вот это вот. Мы уже давно ничего не встречали. Дневник с торпом. И вот он перед отплытием говорит. Проследи за грузом в 406-м контейнере. Там особая поставка. Сам знаешь для кого. Отвечаешь головой. Головой. А мне что теперь делать? Вечером вся связь пропала. Из погоды какая-то чертовщина сделалась. Ветер с севера задум. Ласты заворачиваются. В жизни в этой луже таких волн не видел. Раскачал у нас так, что часть контейнера сворвалась и в воду. 406-й тоже. И двое ребят с ними. А я тут при чем? Что мне было его руками держать? Я координаты записал, все, что мог, считай, сделал. Если им этот груз так дорог, пусть со дна достают. Так, я так понимаю, это у нас что-то происходившее еще до того, как сюда война нагрянула. Если можно так сказать. Так, наверное, какие-то рычаги увидел интересные. Здесь есть спрятанная коробочка с медикаментами и, впрочем, разным мусором. Так, сейчас, ладно, я сейчас осмотрюсь. Здесь, видите ли, очень тоже порой бывает много на что смотреть. Да почему я мне показал, что я как будто бы увидел рычаги какие-то, которые можно было сейчас повернуть. Ну, возможно, мне показалось. Завалом, что они шкипш никакого не поднимают. Он просто болтает и меня деморализует. Таким образом, я начинаю сразу паниковать и по всем углам отчаянно шныряться, чтобы не пропустить ничего. Хотя особо здесь, если честно, богатого такого лута мы и не сыщем. Там во всю работу, причем, кстати, забавно, что ночью они это все делают, а днем их нету на этих строениях. Нефтяник. Хозяин не бей вместе. А зачем писать вместе, хозяин не бей? Раб-то может быть и неграмотный, то оно, а логализация-то каким образом влиять должно быть. Аккуратно. В общем, вырубаем товарища. Убивать я пока их не хочу. Дабы репутацию сберечь и чтобы вспышечка у нас по истечении определенного времени светленькая все-таки произошла. Так, тушим огонь. Козырно мы тут все устроили. Можно же вот так работать. В таких-то условиях можно. Жалко, что съезжать скоро. Лохматы уже дно резать начали. За ними, кстати, кто сейчас смотрит? Да, эх, хызы. Хызы. Тедепух вообще. Куда они тянутся? Они у нас вудния. В кулаке, как надо. Ну и донат там с ними. Он раб хороший. Таких им ловят, если че. Покрепче любого из нас. Донат твой чертилый. В теньке сейчас. На и бог вообще. Пусть дрыгнет. Ну, ты же дурак какой пустырь. Скоро же все равно нас приболтет. Бежит собаку. Мол, моя раб хорошая. Молодец тебе, Игорь Игорь. Ну и у меня уходи не придача. А тебе бутылки зашли. Пошли. Мерцет с ним. Да едино. Да едино. Это Александр Новиков его озвучивает. Если что, вдруг кто не узнал. Но прикольно. Он озвучивал как раз-таки того самого отца Силантия. С Волги. Так, пока товарищ пошел тошнить, наша задача сейчас попробовать от них по стелсу также избавиться. По башке. О, трагдолл физика. Том, второго. Темновато здесь достаточно без этого самого, без прибора ночного видения. Ну, так, лампочку пока врубать рановато. Видите, он, зараза, немножечко в текстурах потерялся. И, я так понимаю, не лутабельный. А, не, лутабельный, смотрите-ка. Хотя, возможно, я слутал больше его оружия. Что на оружии на его валялся, чем на нем на самом. Так, давайте попробуем сейчас с прибором ночного видения подкрасться к последнему, который тут, возможно, посапывает, да? Тихо, тихо, тихо. Смотри, здесь какая ружья. Коленкой по кадыку. И вспышечка сработала, кстати. Вы слышали, да? Это звук. Такой какой-то в эхе капельки падающий. Так, отлично. Сейв тоже сработал. И это значит, что чем больше вспышек мы в этой локации заработаем, тем не буду говорить, что это будет означать. Скажу об этом в конце. Ну, я думаю, вы и так уже все это все прекрасно знаете. Я буду стараться, повторюсь, на хорошую. Хорошее разрешение всего происходящего здесь проходить и делать разного рода все такие сопутствующие плюхи, чтобы максимально позитивно хорошую концовочку увидеть. Оказывается, с первого, которого я завалил охранника, я не только с оружием полутал, я полутал еще и с него самого. О, это хорошо, это меня радует. Так, вот мне действительно здесь запикивает, но, возможно, вот так, это... Почему-то не хочет он его. Хотя-ка... А, вот захотел... Нет, это не он. Вот, теперь все, захотел, все взял. Этот раб нам особо ничем помочь не сможет, и мы ему, в принципе, тоже, поэтому никакого интерактива и взаимодействия с ними не придутся. Мы вольны двигаться дальше. Сейчас так аккуратненько я по всем этим улочкам, закоулочкам пролезу, посмотрю, что здесь такого есть. Улочкам, да не улочкам, а уголкам, конечно же, я хотел сказать. Тут разными путями можно было это все дело достигнуть, я имею в виду, повырубать этих товарищей. Вот я... Вот, ну, я имею в виду пробраться через... Я вам сейчас демонстрирую, пробраться через этот вот... Карнизик. Так, опять что-то пищит. Я вроде бы подобрал все, но что-то не до конца, как слышится мне. Так, вот оружие мне свое нахрен не нужно, мне свое более прокачено. Да, слушайте, у нас волына уже очень клево модифицирована, и я вам так скажу, что по завершению этой главы волын нам интереснейших прибавится, и... Как мы мне писали в комментариях, кстати говоря, такое небольшое отступление, что в... третьей главе появится арбалет, но я не думаю, что для кого-то спойлер, появится арбалет, и все вот эти вот наши оружия, оно нахрен не нужно будет. Поэтому можно успевать насладиться им здесь, именно в этой локации, использовать, найти все, что возможно, найти все прибамбасы к оружию, ну, улучшения, к снаряжению, да, к обвесу к нашему, и уже на практике пользоваться. Я постараюсь вам продемонстрировать, не сейчас, но в ближайшем будущем, в общем, за все вот эти вот космийские наши похождения мы с вами... Так, отлично, вот здесь лежит корабулька тоже в углу, и вроде бы как бы все зачистили мы относительно этой части комнаты, а вот в этой части комнаты еще не зачистили. Здесь, кстати, очень тоже много полезных вещей есть. Сейчас, смотрите, я еще спущусь контрольно, проверю, все ли мы здесь. Вот видите, тоже попискивает, я как-то так вот начинаю сразу нервозно хоботком-то по углам возить, ибо... Жалко, конечно, здесь трупы нельзя таскать. Ну, хотя бы так минимально как-то, знаете, чтобы просто так вот зацепить его, оттащить. Не как-то, может быть, в Хитмане, в том же самом. А вот где это было недавно, я вот прям восторгался от первого лица тоже какая-то игрулька. Можно было... Наверное, в Сталкере это можно было делать. Ну, в этом, в Лостальфе. По-моему, да, в Лостальфе я это делал. Ну, как недавно, уже давно. Да во многих штанцах можно подтаскивать трубцы. Да, во-первых, они на глазах не повезут. Вот отличный тоже револьвер. О, я-то вижу письмецо в конверте. Письмецо в конверте. Подожди, не рви. Не везет мне в смерти. Повезет в любви. Письмо вождя. Этим письмом я, Арсен Мустафин. Говорю тебе, подонок, который назвал себя Бароном, что теперь вождь моего народа я, а не посаженный тобой предатель. И передает своего народу свободного каньона, что мы тебя не будем больше бояться. И подчиняться твоим людям тоже больше не хотим. Хватит с нас, когда нас угоняют, как скот забирают в рабство наших молодых и сильных мужчин и женщин. Мы терпеть это не будем больше. Мы все оружие возьмем и твоих собак погоним и убьем всех. Теперь ты бойся нас, потому что мы все за свободу теперь. И все умрем за свою свободу, если надо. Это твое священное пламя. Нам не надо совсем. Убирайся из нашего дома. А мы никогда в твой не лезли. Арсен Мустафин, президент всех свободных людей свободного каньона. Там еще что-то внизу какая-то информация есть. Да, вроде и нет. Все. Дневник Старпома и письмо вождя. Пока две записочки мы с вами обнаружили, но это у нас только и начальная, как говорится, этап начального нашего прохождения. Мы с вами только движемся. Да, в сторону нашей цели. Так, аккуратненько сейчас у нас здесь тоже осмотреться. Наш металл-детектор пищит, как оглашенный. Так вот, ни хрена не открывается. Да, кстати, честно говоря, ее и ломануть-то нельзя никак. Так, и судя по всему, нас в обход повело. Смотрите-ка, да, здесь кое-что находится. Вот это, по-моему, какое-то улучшение. По-моему, да. Это яркость фонаря увеличивает. И это, кстати, нам пригодится в очень скором времени, даже в следующей части, скорее всего, потому что мы с вами будем таки все-таки спускаться здесь в подземелье. Что я, конечно, не всегда люблю делать. Но в этой игре, в метро, это достаточно сделано, не то, что прям креативно, суперски, но атмосферно. И вообще, в принципе, является неотделимой составной частью атмосферности той самой. То есть эти подземелья, которые мы посещаем, они даже непосредственно и прямое имеют отношение к книгам Глуховского. Само метро это подземелье. И очень много в этих глубинах происходило, происходит. Ну, в данном, конечно, в данной игре не по метро мы больше лазим. Метро здесь уже так чисто это номинальное название. Все-таки мы здесь уже вышли в открытый, как говорится, космос. В открытую местность, да. И ищем приключения на свою пятую точку. Ну, то, что мы прям ищем приключения, мы ищем, как дальше жить. Артем, собственно, всю эту воду здесь в кашу взбаламутил. И теперь... Так, еще вот одна. Вот, собственно, это оружие. Блин, забыл я, как он называется. Я в прошлой части думал, полистаю, посмотрю, как они все. Забыл. Но дрын этот очень убойный. Им, да, им хорошо орудовать издалека. Но, я повторюсь, здесь не очень будет много таких событий. И, скажем так, происходить сюжетных действий, где нам очень чертовски сильно потребовалась бы очень громкая винтовка. Да, то есть мы, если будем за нее стрелять, на наш выстрел забегутся просто все враги. И, как бы, наша позиция будет абсолютно рассекречена. Что является очень плохим качеством для снайпера. Снайпер при каждом выстреле, после каждого выстрела, позицию обязан менять. Это написано в любой, наверное, методичке у любого спецназовца. Тот, кто занимается снайперским делом, сделал выстрел, у меня и позицию. Даже если ты, наверное, километра на два стреляешь. Да, товарищи эти прям рабы-рабы. Что интересно, значит мырза. Да, вам что новое, что старое, прикольно. Такой хрупец свисает, с него капает. Я что-то как-то не обратил уже, что-то не теряю. Ну, сейчас я, или сейчас обратил внимание, когда записывал геймплей, не обратил. Надо было присмотреться, может, там что-то с него можно было снять. Ну, или хотя бы полюбоваться. Так, на тачке туда ехать, я думаю, пока не стоит. А вот попробовать обоскать этот грузовичман. Да и не только этот, еще и вот этот есть. Вот. Ну, вообще, конечно, пищал бы уже. Ничего здесь, потенциально здесь могло бы быть, если бы тот самый рандом закинул бы нам туда немножечко лута. Но нет, лута не оказалось. Детектор не пищит, поэтому отправляемся, друзья мои, дальше. Глядим по сторонам. Что-то барон давно не вещал. Один, это не барон, это мельник. Поможем-то имел ввиду я помогу один, в одиночку. У вас там кодло целое, человек 15? Ну ладно, не 15, я просто их не считал. Но выполняет все один Артем. Это прикольно. Для привычек, конечно, с нами посылают в подмогу таких товарищей, как Дамир, князь на Волге, Анна непосредственно участвует, да, в наших... Ой. 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 Вот камушки, камушки пошли в ход. Господи, какой же ты вертлявый хер, а? Отлично. А то в жубан уложил. Не вижу причин церемониться. Что-то я еще такое хотел сказать. Интересное, важное по поводу... наших с вами злоключений. Ну да ладно. Взбредет в голову, вспомню, скажу. Мельник нам по-прежнему дает поручение. Они там, да, повторюсь, сидят. Ну конечно, у них там якобы обезвоживание, а Артем самый крутой. И кто как не он? Молчаливый. Морган Фриман. Почему Морган? Просто доктор Фриман из Half-Life. Такой же молчаливый, да. Вроде как говорят, что по книжке Артем был немой, и он не разговаривал. По-моему. Я не читал книжку, я не могу сказать, не обладаю информацией, не знаю. Злой Мырза. А еще я хотел вам рассказать, что собственно в этой серии я, да, сейчас, когда мы окажемся в этой самой гюрб, покажу вам то место, где у меня зависала игра, из-за чего я собственно не мог пройти ее дальше. Но пока вот мы пришли тут в очередную точку. Кстати говоря, еще, если бы чуть дальше... Ух ты, и там пасется какой-то дятел. Да и не один их там, смотрите-ка, целая. Целая бригада. Так, давайте сейчас, да, осмотримся. Правда, ни хрена ничего не видно. Какие-то такие объекты вдалеке. На них срабатывает детектор, который, да, вот, как будто там что-то отматывает-наматывает. Я уже об этом говорил в прошлой серии. А вот, собственно, тот самый маяк. Друзья мои, сразу предвосхищая ваши, кстати говоря, рекомендации, советы, я знаю, что у маяка есть кое-какой лутецкий, который что-то нам там улучшает. Но я его не заберу, сразу говорю, потому что к маяку я больше не вернусь. Я... Этот маяк инспектить буду только вот сейчас, в этой серии. Потом уже, да, потом уже мне сюда будет лениво добираться. Ох ты! Стоит он рядом с нами и нас в упор не видит. Сейчас мы тихарем его аккуратненько тогда снимаем. Жалко было бы забавность, он еще вниз свалился. Тут подальше, друзья мои, есть еще одно место. Я вот начал было говорить, но что-то забился с толку, в смысле. Вот если вот прям идти туда, в ту сторону чуть левее от меня, да, вот в те края, там есть такой пятачок, где, собственно, находится тот самый бубен. Магазин круглый для калаша. Я об этом не знал, мне написали об этом в комментарии уже опосля, когда я записал вот эти вот футажи. И вернусь сюда несколько попозже, через часть, через две, через три, возможно. Но, так или иначе, я повторюсь, такие все уникальные самые, я постараюсь все-таки вытащить. Единственное, что он не вытащил, то, что за маяком есть. А что это ты, блин, дышишь-то так? Здесь же вроде открытое пространство. А, это я бежал, когда он бежит, Артем, он почему-то начинает у него дыхалка со временем сбиваться и усил, а? Ладно, отправляемся в нашу Тачулу. Тачулу, Тачилу. Честно, сворованный у Саула. Даже не сворованный, это наш этот самый трофей. Пустой остров от Газели, а вот это Боржа, я думаю... А, это Боржа, кстати, является укрытием. Ребятки, мы сюда заглянули. Будьте здрасте. Здесь есть интересность. Есть кровать, кстати говоря, можно передохнуть будет. И потом набраться сил, попить и выдвигаться дальше. Так вот, костерчик можно разжечь. Угольки не до конца истлевшие. Так, и вот еще... А, вот это улучшение. Значит, там я, наверное, обманулся. Я уже не помню, что там лежало именно когда мать у рабов. А это вот улучшать... Улучшение для... Фонаря для нашего. Более ярко он светит, правда, и энергию расходует. Будь здоров. Так, вот кроватка. Здесь можно поспать. Я, правда, не знаю, сейчас имеет ли смысл сюда за... Вообще, конечно, наверное, имеет, потому что мы сейчас после этого должны будем отправляться. Весьма суровый поход. А, может быть, и не имеет. Мы здесь как просто на ладони смотрим даже удочка. У них какая-то была рыболовецкая, видать. Слышите, слышите? Пошла уже жара. Давайте. Давайте пробираться. Посмотрим, что там такое. Ну, я думаю, и так уже вы обратили внимание по... Ой-ой-ой! Господи, чуть не обтекался. По небесям, что рассвет идет. Поэтому спать особо не было. Мне сейчас, наверное, причин даже ложиться в ту самую чухляйку в эту раскладушенцию. мы сейчас аккуратненько не думаю, что привлекаем мы особо много внимания, потому что там идет стрельба. У нас что-то по стрелушке с теми гулями. Гули, да. На гулии похожие из Ведьмака. Да-да-да. Особо нам как-то, в общем, навредят перестрелки эти. Так, здесь, к сожалению, ничего, кроме парочки трубцов мы на этой борже не находим. Так, змеюка подколодная где-то. Судьба моя, змеюка подколодная, откуда ты вылез, а, дятел? Вот, вот, видите, он в кустах лежит. Ты даже вот при всем желании, при всех своих суперскиловых умениях вот хрен заметишь его. Ну, это я, наверное, больше все-таки на себя ругаюсь. Может быть, кто-то по прозорливей и повнимательнее, конечно, действует. Опа, опа, опа. Давайте послушаем. Слушай, паром говорит. Вы, мля, бараны-драны, а душмару поймать не можете. А то, мля, с белой бригадой. А на тому же ты же, ну, пацанов завалила встать. Ну, так, если будете и дальше с раками думать, она всех положит и на вышку заявится. Знаете, какие истории лохматые за эту редьку рассказывают, но так, если вы и дальше будете в том же духе выступать, они на нее и молиться начнут. Короче, мне реально похер, как вы ее возьметесь. Хоть весь остров сожгите, но если без нее вернетесь, я из вас всех вам сделаю, поняли? Всем отбой, паром сказал. А он умеет воодушевлять баронеста наш, барон, блин, кровавый, да? Ух ты, прикольно замаскировали в баге. Так, сюда смотрите-ка, да, они, я понимаю, съехались, да? Бригадиру эти херовые, мамкины, воители. И там такая прям стрекота идет, прикольная. Нет, что касается звука, вот в этой игре мое почтение. Я вот прям снимаю шляпу. Оружие при стрельбе звучит просто, я не знаю, я просто оргазмирую, когда стреляю, когда, ну, ладно, когда стреляю, я особо-то этого не чувствую, здесь все-таки такой отдачи нету, но когда вот именно звук, вот у калаша звук настоящий, вот этот, какой-то сейчас из РПК стреляет. Так, у меня, кстати говоря, да, у меня есть лечилки 3, вроде, кстати, неплохо по ресурсам, 188, 164 этих материальчика. Да, вот сделать надо шариков, ножиков я, блин, кучу просрал. Ладно, ой, всего 10 надо найти, можно сделать ножичков. Так, ну, а фильтров у меня вроде хватает, а из оружия, что у меня есть, какие-то улучшения есть. О, смотрите-ка, я нашел у кого-то, я не знаю, я уже забыл, где я это сделал, тяжелый приклад для стабильности нашего тихаря. Ну, почему бы и не поставить. Слава Богу, что это все можно делать в полевых условиях. Верстак для этого не нужен. А вот здесь я уже хочу поставить глушитель. Я думал, изначально было взять с собой револьверчик, но револьверчик я использую чуть попозже. Так, у меня здесь коллиматор. Ладно, мы сейчас заходим в пещеру, друзья мои, да, и здесь, в принципе, нам дальних дистанций особо можно не ожидать. Будем коллиматором прицеливаться. здесь у нас что? Здесь пока очень слабо, плохо видно. Можно продвигаться с прибором ночного видения. Здесь, кстати, вот происходит тот самый сейф. Нет, не тот самый, вру. это, кстати, барышня неплохо тут ловушек понарасставила. Нормально тебя. Все, скопытился глушбан. А не курит, короче, а тут гейзер. А почему-то факелы зажигать можно, а курить нельзя. Прикольно. Ну ладно, это я так понимаю, тоже какая-то молочевка. Условность. Так, торопиться, не надо, пускай-то горят. Аккуратно, аккуратно. Вот сейчас главное не высовываться раньше времени, друзья мои. Там, короче, раб своего хозяина пытается сберечь, короче. Видите, местный житель уже не раб. Тора, хорошо. Да, конечно, акцент они ковергают, мам, не горюй. Сочи мананы. Это что-то по-азербайджански матерное. Здесь какой-то тоже на самом деле такой скриптовый бажик есть. Сейчас я вам о нем расскажу. все по-моему скопытился товарищ. Нет, еще не скопытился, смотрите-ка. если вы раньше времени выгляните, он на вас сагрится, этот местный житель и начнет по вам стрелять. а если вы даже дождетесь, когда он умрет, его сейчас будете вылазить тоже сагрится. поэтому надо, он сейчас немножечко в переполошенном состоянии находится, вот дождитесь этого момента, сейчас он тут осмотрит люгры, ему это какой-то глюк, это не какой-то заскриптованный момент, он именно глюканул, что-то поочудилось, он начал огрядываться, но потом возвращается к туши своего хозяина и начинает его оплакивать. Убивать его не надо, ни в коем случае, а за это можно получить черную вспышку. И торопиться тоже не надо, сейчас надо всех товарищей будет облутать, у них вроде есть чем разжиться, вот у этого есть тоже, у этого тоже, ух ты, здесь есть еще дневник, так, это товарищ у нас тоже трупец просто сейчас так, совсем собрали у них вот он дали, не дневник, а письмецо тоже в конверте, давайте читаем малява сыну, ты за эту шкуру, Гюль, интересовался, что я знаю, кто такая, где взялась, не знаю, что тебе там до нее, что тебе до нее, но как сына у меня есть кое-что про нее сказать, и даже многое, местные в самом начале еще пробовали с нами воевать, но понятно бестолк, потому что барон сразу просек, что теперь у кого стволов больше, тот и прав, ну и намутил себе больше всех, ну и потом уже как сильнейший подмял все бригады поменьше, один на один, никто уже залупаться не рисковал, а объединиться у них не выходило, никак не могли добазариться, кто паханом будет, лохматые, что без колес, по норам сидели, надеялись, что он сам куда-то уедет, а он никуда ехать не собирался, а стал порядок наводить, ну тут уже местные рыбнулись было, но куда там, мы их как котята раскидали, тогда они партизаник начали, много лет по ночам всякое бывало, поехали мужики на патруль, только за бархан скрылись стрельба, мы туда машины раскурочены, бойцы все мертвые, кто где, как, откуда, ищи свищи, в горах их много пряталось, тел лохматые, что подбородом остались, про них сказки сочиняли песни, пели, подкармливали их там потихоньку, тогда я про эту ведьму Гюли услышал, она соплюха еще была, но уже тогда жестокая тварь каких мало, кто к ней в руки попадал, никакой пощады, понятное дело очень это лохматым нравилось, мол девчонка ну они про нее сказки сочинять и начали, ну барон то не дурак, знает, что как с кем делать, стали мы заложников брать, по 10 лохматых за одного нашего казнил, решил, что в этом поселке тикарями помогают спалить поселок лохматый, что знает, живым не уйдет, а перед тем все нам расскажет, но ты сам знаешь, как оно делается, скоро рабы уже и больше нас боялись, заметить лохматого с кем-то с гор, всю семью его под нож сразу, доложил раб хозяина о том, что увидел плодательного человека, вот тебе тройная пайка и от барона благодарочка, начали нам этих уродов сдавать без счета, да и мы сами тогда уже научились их отплавливать по уму, и так годик за годиком один за другим всех их и повыловили, выловили, вели, вели, сучка это Гюль, из них пожалуй вообще последняя осталась, барон ее как поймает на всю бригаду, выставится зуб даю, ты главное только при нем не ляпни, что она мол ведьма, ей колдовство от нас уходить помогает, он такого не любит, распри мне до смерти тростью дурака проучил, чтоб лохмачи сказки не пересказывал, лохмачи сказки не пересказывал, еще приговаривал, что вы дебилы, косоруки, поймать не можете, вот херню такую несете, вот и все, что сам знаю, ну а где родилась, кто родители, мы так и не нашли тогда, а хорошо искали, мамка тебе там иштяков передала, так колбасу я порезал, чтобы все по понятиям, барону, если интересоваться будет, от меня всегда уважуха и благодарочка, ну а мужикам, всем, кого знаю, жму краба, ну такая тоже, да, малява, арестанта, так, что-то там опять пищит, вовсю, я просто не карту, от этого товарища, вроде нет, ага, пищит, значит, пищат тут развешанные кругом ловушки, ну это, наверное, даже не ловушки, ну как ловушки, а по вещалке, что кто-то бредет, тут, наверное, в пещере гулка очень нехорошо разносилась, ну, вот их здесь всех и повыжигали, нормально, она их так встречала, все подходы заложила взрывчатки, походу, под гейзер еще тут, да, и вот тебе, пожалуйста, и в одиночку, что ли, он там с кем-то, с ними воюет-то, да, точно, ну, задранно уже шарик по углам, вот на этих словах можно прокрадываться, обходить эту деревянную перегородочку и товарища вырубать, ну, убивать их, конечно, в принципе, можно, я даже сейчас вам расскажу, почему я переигрывал это место, так, здесь надо поаккуратнее дождаться, пока он пойдет по подмостку, по этому, да, и под ним аккуратненько пролезть, здесь еще один товарищ, здесь тоже лампочка, горит керосиновая, и быстренько вырубаем, опа, ловушечка здесь есть, странно, что он своей пушкой упав на веревку, ее не активировал, ну, это опять же таки условности, давай, блин, а, я перезарядился, я взял оружие, чужое, но нет, короче, друзья мои, это сейчас очень скоро уже приближать с то место, где происходит зависалово, я было надеялся здесь всех повырубать, но скрип не сработал, меня замочили, и при загрузке сейва происходит, собственно, то самое зависание, фатальное, которое не дает пройти игру дальше, сейчас еще осталось совсем немножко, я вам покажу, где это происходит, так, этот товарищ, этот товарищ оказался прозорливый, за что я поплатился, вообще, обычно, конечно, не то, что обычно, я тут сколько раз переигрывал, этот момент, из-за того самого зависания, я, конечно, не удавался подкрасться, его вырубить, так, вот, собственно, здесь срабатывает тоже автосейв, при смерти, если вы будете там уже около башни, погибнете, да, вот, вас перенесет сюда, и вот в этом-то месте, как раз-таки, вот, где-то, вот, здесь, вот вы проходите, вот на этой барже, собственно, игрушка виснет мертво, помогает переустановка на другой винчестер, на хард или на SSD, в сути, наверное, это дело не поменяет, вернее, даже поменяет, главное, именно в другое место ее переустановить, при этом, как бы, пользуясь облачным сохранением, друзья мои, вон идет Шмалялова, первый раз, когда я сюда зашел, я хотел подкрасться незаметно, и повырубать их именно вот, не поубивая, а повырубать их, мне почему-то это сделать не удалось, потому что я подкрался сзади к чуваку, а он вырубаться почему-то не захотел, он просто развернулся и меня пристрелил, и все, комментирует Гюль наши действия, все они на меня сагрились, голос, конечно, у нее прикольный, так, аккуратно, 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 здесь, главное, не лезь на рожон, им, у них не очень выгодная позиция, они в клещах, по ним Гюль работает и этот еще вылез из ниоткуда, здесь куча, ништяков есть, да, можно этим делом воспользоваться, аккуратно, 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 они просто тоже неплохо так прячутся по нычкам и прилететь к вам может куча патронов и убить вас за 2 секунды буквально, так вот, еще один ружбан, справа не пойму там кто, вот сейчас бы здесь оптика бы нам не помешала, там по-моему просто какая-то тряпка болтается, а все, всех перебили, никто нет уже, сюда иди, да? сюда иди, да? иди сюда иди, петух, и ты петух, ладно, в общем, друзья мои, я вам повторю, не пытайтесь, конечно, можно попробовать пройти здесь, не убивая никого, но это делать, в этом нет никакой острой необходимости, я повторюсь, это не повлияет на вашу дальнейшую концовку и исход этой главы, на выживание всех членов вашей группировки, тоже никак не повлияет, вот этих именно можно завалить, с остальными по возможности, конечно, лучше разбираться именно вот посредством их оглушения, но эти нефтяники, они в принципе как бы злые и толку в том, что вы их оставите в живых, я не уверен, есть ли вообще, хотя возможно существует какой-то невидимый, невидимый некий баланс, да, что какую-то процентовку там можно убивать, а какую-то процентовку убивать нельзя, и это вам обеспечит собственно их, не их, а это обеспечит вам вспышечку светленькую и как итог концовку, да, хорошую. Вот здесь на маяке, да, есть какое-то тайное вместилище, я уже о нем начал говорить чуть раньше, да, но я его не нашел, друзья мои, сразу говорю, возможно, у меня сейчас кто-то уже будет писать в комментариях, что я вот туда не заглянул, за маяк, куда-то снизу можно было спуститься по нему, по краюшку пройти, вот, можно было, возможно, но я, на этот момент, когда я записывал это место, я очень нервничал, мне было бы его лишь бы быстрее пройти, потому что здесь чертово это место, оно могло в любой момент зависнуть, в случае с чего не так, поэтому, да, я здесь немножко так перестраховался, и возвращаться, я повторюсь, сюда не решился, потому что, вот где-то здесь, где-то здесь, вот если туда вынырнуть и проходить по периметру, блин, где ты пищишь? Не пойму, вот вроде направо смотрю, а ничего не вижу, хотя тут может быть в кустах так запрятано, замаскировано, что прям вот, вот не могу найти, вот хоть убей, цепляться он опять отказывается, здесь он цепляется, тут какая-то, какая-то вышка полуразрушенная, возможно, кстати говоря, это и есть тот самый тайничок пищит сейчас, который я проморгал, ну вот видите, знаете на самом деле, что это пищит, вот это меня очень тоже бесит, это пищит, под нами здесь как раз таки есть радиоцентр, про который мельник говорил, и вот где-то вход его находится как раз здесь, а может быть и не здесь, а да, здесь, вот он этот вход, он открыт, кстати говоря, сейчас мы можем туда, вольны, сходить уже, посмотреть, что там есть, но я пока торопиться не хочу, и вот когда мы тыкаемся носом в землю и начинает пищать наш детектор, он может нам ложно, скажем так, сигнализировать о том, что там есть что-то внизу, а вот кстати, новая волына, так там кто-то, пока эту новую волыну я поднимать не хочу, мы ее еще обязательно, кстати, с вами приобретем, и она, кстати говоря, тоже весьма неплохой имеет, она там даже по стабильнее калаша стреляет, хотя бы, я не знаю, я особого дискомфорта в стрельбе из калаша не испытал, разве что, когда надеваешь глушитель, у него разброс увеличивается, а отдача никакой не чувствуется, хотя возможно, я не так часто зажимаю гашетку тоже при стрельбе там не так часто мне попадают ситуации, когда необходимость в этом есть зажимать гашетку, чтобы, ну, так, здесь вот, в любом случае, что-то есть, да, две крабунки с ништяками, отсюда мы пришли, по-моему, постоянно в какие-то невидимые барьеры, Артем упирается, здесь тоже, похоже, что-то, так, тихо, значит, что-то здесь я еще не подзабрал, так, оттуда мы пришли, еще раз повторяю, там я все залутал, очень активно пищит на, при наведении на, вот этот москвич, 412, ну, или 2140, поэтому, а, нет, другой, а, здесь просто труп спрятал, я не помню, какой, который, такой, какой-то, подкупешку, что ли, сделан, или под хэтчбэк, этот ИЖ, ИЖ АЗЛ Кашный, так, а здесь у нас, вот в этом месте, кстати говоря, я попытался подкрасться к врагу, первый раз, когда играл здесь, подкрался к нему со спины, и все, он меня не увидел, но, когда я к нему вплотную подошел, со стремлением его вырубить, он вырубаться отказался, скрип не сработал, просто развернулся, из дробовика, мне в рыло, усосался одного бара, я отъехал, меня перезагрузило, в то место, где мы выходили из пещеры, там крайний сейф, и все, собственно, с этого момента началось, зависание, да, 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 я расстроился, пытался, пытался там поискать в интернетах, писали люди многое, что это у многих так, масло-масляное пускай звучит, но так оно и есть, и для меня, так, убивать я их, конечно же, не буду, да, у меня рожа у тебя, такой дядя Витя, короче, пропит, пропоится, знаете, дядя Витя, тракторист пропоится, нет, убивать их в любом случае не надо, их надо пощадить, чтобы, возможно, это, кстати, тоже является каким-то моментом, чтобы вспышку получить светлую, если их убить, то как-то, может быть, это плохо скажется, тут же еще, видите, совокупность этих вспышек должна, да, сработать, то есть, как бы, их несколько, локаций по мере прохождения происходит, если их большинство, то там безоговорочно все по-хорошему, да, происходит, если их там половина на половину, то хрен знает, еще какие-то у него, смотрите, очочки на нем одеты, это, балаклава, не балаклава, как она называется-то, арафатка, он враг, ты его убивал, ты друг, думаю, дверь, бикину, ты стой, я ныть запущу, что значит, бикину, это на казахском, или на татарском, так, вот тут тоже есть сейфик, вот где-то здесь, друзья мои, за маяком, возможно, да, если туда вниз, как-то спускаться, или по краешку ходить, есть, какой-то, тайничок, возможно, я не знаю, я просто залез, мне, писали в комментариях об этом, по-моему, даже что-то на стриме писал, вот, я потом залез, конечно, уже после того, как я это все дело записал, я залез посмотреть, там, да, действительно, что-то было, ну, какой-то гайд там чей-то, я залез посмотреть, и тут, какая-то, ну, она такая хрень лежит, которую мы так или иначе с вами найдем, просто чуть позже это произойдет, вот, что меня, в принципе, успокоило, и я решил сюда особо больше не соваться, повторюсь, потому что локация стрёмная, так как-то, товарищи, мы тоже обобрали, этого, походу, гюльпа решила, нормально, здесь и копалась, у него, у нее, вон там есть маленький такой лифтик, да, оборудованный, вот, где-то, может быть, здесь, как-то, я не знаю, стоит это все дело осматривать, или туда вниз, пытаться спуститься, попробуйте, поэкспериментируйте, кто параллельно со мной играет, отпишитесь в комментариях, есть ли там, если что-то или нет, давайте подниматься, вот видите, сработала вспышка, беленькая, вот так, возможно, это как раз таки, я повторюсь, явилось фактором того, чтобы не добили вот этих двух, которые там огрызались, после перестрелки, на фаре руками, ну, а мы взбираемся, да, нас встречает, барышня, гюль, под пафосную музыку, здравствуй, дорогая, симпатичная, проходи, кто убил, Мунай Бай, мой друг, прикольная музыка, Мунай Байлер, народ гюль, весь в кун, в рабы превратил, меня так же хотел, лучше смерть, Слышу хорошо, ваш человек помог мне, Гюль в долгу, но зачем вы здесь, пять лет никто не приходил, один Мунай Байлер, Гюльнара, что вы знаете об антеннах, возле вашего маяка, раньше до войны, центр связи был, мама работала, офицер связи раньше, брошен давно, был там после войны, искал следы, мама, ничего не нашел, брошен, Гюль, услуга за услугу, мы помогли вам, помогите нашему человеку, попасть внутрь, хорошо, я помогу, Артем, надо найти отгив, он должен быть, где-то рядом, с командным центром, ищи снимки, за послевоенный период, только свежие, кодос 2013, Дамир скоро будет там, можешь на него рассчитывать, конец связи, если идти сейчас надо, пока новый Мунай собака не приехал, рабочий верстак, если надо, пользуйся, да, там всякая опасность может быть, умный человек не ходит, ты умный, но у тебя выбор нет, а ты капитан очевидность, ну прикольная барышня, мне она импонирует, и классная у нее волына, кстати говоря, которую мы с вами, в принципе, рано или поздно, соберем, давайте сейчас только быстренько, облазим ее, лачугу, импровизированную здесь, книжек, по-моему, здесь никаких нету, я имею ввиду, записей, по-моему, но есть фотография, фотография находится на косяке двери, при входе, давайте сейчас еще немножечко посмотрим, что можно нам тут наваять, во-первых, надо, конечно, почистить нашу волыну, и сделать этих самых, да, сделать лечилок, конечно, они очень много жрут, этих бутыльков, сделаем так же, так, у нас, смотрите-ка, чистый, а вот этот фонарь, вот, кстати, его фонарь повышенной яркости, я рекомендую вам напялить, на неопределенный срок, потом его можно будет поменять, конечно же, детектор движения нам нахрен не нужен, лучше оставить металл детектор, потому что детектор движения будет пищать, когда кто-то будет рядом проходить, а мы-то и так, в принципе, будем в большинстве случаев с вами наблюдать, ибо играем мы по супер стелсу, так, со снаряжением, с экипировкой вроде особо ничего нет, вот укрепленный шлем, можно было бы надеть, но я лучше все-таки предпочитаю оставлять увеличенные фильтра, чтобы у нас при пребывании в нечистотах побольше было воздуха чистого, чтобы меньше заботы об этом было, так, ну вроде как бы мы здесь с вами и особо-то ничего сейчас нового не напялим, почистим только оружие, слава богу, оно не сильно у нас поизносилось, все остальное я вроде как в полевых условиях на себя нацепил, не знаю, может быть еще сделать, давайте сделаем, да, еще какие-то фильтры, вообще, конечно, фильтры здесь будут нам попадаться время от времени, но есть очень, на эти локации очень редко нам попадают фильтры, кстати говоря, попадутся, но это будет больше по сюжету, так, чего у нас еще здесь такого, давайте быстренько так беглым взглядом осмотрим, мало ли, может какая-то маленькая детальоночка куда-то затесалась, ну нет, прикольненько вообще, уютненько так, отстреливают, сидит сверхотур и всех, отслеживает, отстреливает, вот, да, собственно, сама фотография коллекционная с видом на Волгу, я так понимаю, да, а может быть и на Каспийское море, побережье Каспийского моря, что скорее всего является правдой, так, 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 быстренько еще по сторонам сейчас смотрим, Гюль нас уже, кстати, ждет на лифте, сейчас уже мы, в принципе, я думаю, на этом серии, друзья мои, закончим, отправимся уже в этот бункер связи следующую, он, кстати, будет весьма атмосферен, и весьма сложен и богат на события, в большей степени, конечно же, сложно, потому что там уже будет некомфортно нам пребывать, ладно, не буду пока забегать вперед, торопись, да, ты, барышня, пожалуйся, меня не подгоняй, мы сейчас здесь вообще пребываем впервые, и хочется здесь, коли уж у меня все отвисло, перестало зависать, хочется все это повнимательнее разглядеть, колья, а нет, это ваза, не колья, фоточки, конечно, какие-то висят, но фоточки эти, к сожалению, мы с вами не сможем задействовать, ковры татарского такого, а может и казах, казахского, культурного, этого самого, фольклора, друзья мои, я на этом с вами прощаюсь, стыкните большой пальчик, подписывайтесь на канал, скоро увидимся в следующей серии, с вами был Фолиот, всем большое пока. Субтитры подогнал «Симон»